Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Silent Hill 3. Мы находимся в альтернативном офисном здании. И Хизер по-прежнему идет домой. Среди прочего, это первая серия, в которой мы уже знаем, маленько почитали комментарии. То есть до этого возможности такой не было. Как видите, я исправил пропорции. У нас девушка была маленько толстенькая, теперь мы сделали нормальное соотношение сторон. Теперь она выглядит, в принципе, чуть получше. Кроме того, в комментариях нам сказали, что врагов можно не боясь убивать, несмотря на то, что я насчет этого так трясся. Мол, при первом прохождении это все равно. Не сильно скажется на концовке. Вот, так что можно атаковать. Но я не думаю, что прям стоит вступать в бой со всеми подряд. Потому что все-таки Хизер у нас девушка хруплая. Хруплая, я говорю, хрупкая. Чисто так, когда будем вынуждены. Так, здесь у нас картина, которую нужно поджечь. Но у нас не хватает почему-то. У нас есть спички, перекись водорода. Даже при комбинировании не получается. Мы на пятом этаже. У нас есть еще, по-моему, четвертый этаж. Я не помню, честно говоря. Уже давненько играл. Так, ну и надо пилить отсюда. Там, по-моему, закрыто. Так, идем к лифту. И давайте с первого этажа начинать. Так, здесь у нас бабайки. Но я их трогать не хочу. Смысл-то? Бежим, бежим. Так, я туда бегу, нет? Вообще не помню. Посмотрим карту. Кстати, да, спасибо тем людям, которые в комментариях написали, что кнопка действия – это увеличение карты. Хорошо. Так, вон лифт. Да и, в принципе, пошли. Сегодняшняя серия, возможно, будет за тупами, как это у меня принято. Потому что я вообще не помню, честно говоря. Даже управление перед записью я тупо втыкал, наверное, минуты три по три, вспомнишь, что тут и как. Так, начнем с первого. Мы на пятом. И так, доверху дойдем. Я думаю, это будет нормально. В коридоре наверняка там куча всего. Опять я не думаю, что стоит с ним воевать. Попробуем просто обойти. Вот, это есть. Ой, какие приятные звуки. Я что-то уже не хочу сюда идти. Вообще, вот это офисное здание, оно... Япона, мать! Оно, по-моему, самое страшное из того, что я видел во всей игре. Так, я надеюсь, оно... Какого хрена это вообще? Блин, эти звуки у меня... Че там лежит? Тут лежит книга. Кажется, это сказка. Однажды монстр поселился у ворот деревни. Это был очень страшный и очень плохой монстр. Он хватал людей и разрывал их своими большими зубами. Жители деревни боялись монстра, и никто не осмеливался подходить к воротам. Все были заперты внутри деревни. Когда об этом услышал король, он вызвал своих рыцарей. Рыцари сразу выехали, чтобы поразить монстра. Ха! Вот вам! Их мечи соскальзывали. Их копья ломались. Но монстр не умирал. Монстр бросал рыцарей к себе в рот одного за другим. Их лошадей, и все остальное. Что оставалось делать королю? Он бегал, суетился, но не мог принять решение. Однажды жрица этой деревни пришла в замок. Она была очень добрым и хорошим человеком. Король попросил ее убить монстра, который охраняет ворота. Книга разорвана, остального нет. Так, ну по аналогии, я так понял, это у нас монстр. Но, блин, дописать могли. Я помню, что читал ее давным-давно. Кажется, я ее у кого-то взяла. Я не помню, чем она заканчивается. Хм. Разве я не прошла эту сказку до конца? Отлично, Хизер. Где же твоя память, когда нам нужна? Давайте попробуем выстрелить. Вот так. Так, не по кнопку. Располез до похода. Ладно, пора валить. Что-то мне как-то на первом этаже уже совсем не нравится. Есть дорога туда, есть дорога туда. Пойдем сначала налево. Там вроде как больше дверей. Ой, толстячок. Эта касса сломана. Тут везде разбросаны деньги. Кассы и наличность мне сейчас не нужны. Так, ну что, надо убивать. Я хочу осмотреться спокойно. Камера мне, конечно, не помогает ни капли. А камера, ну что ж ты делаешь? Ты офигеть, он просто не дохнет. Так, хорошо. В прошлый раз, я помню, у меня хорошо с тобой получилось вот эта штука. Давайте попробуем сейчас тоже. Стоять. Не вставай, скотина. Все, кажись. Ох, какие приятные звуки. Я забыл, какая-то игра страшная. Ох, камера, камера. Ты меня вообще не... Заряды для дробовика. Окей. Шуть какая. В общем, что я хочу сказать. Мне здесь не нравится. Я не хочу тут находиться. И я не понимаю вообще, что здесь делает Хизер. Ох, капец. Это что вообще? Почему-то в холодильнике лежит только печенка. Надеюсь, она не сгнила. И ты взяла печенку. Зачем? Холодильник пуст. Хизер. Ты странная. Че слово. Так, деньги нам не нужны. Я не думаю, что мы эту печенку можем. Хотя, может, и монстру кинуть. Жуткое место, пипец. Закрыто. Так, а ключи у нас... Нет, у нас ключ только от дома. Сюда явно не подойдет. Окей. Может, ее кинуть ему, на самом деле? Хотя у нас там картина еще была. Навряд ли. Так, я сейчас хапну, да? Ну и нафиг. Я сейчас умру еще. Вот это вот такое-нибудь плотовое. Печенку эту, мне кажется, нужно в то ведро положить. На пятом этаже, нет? Второй, третий. Я точно не был на четвертом, про остальные не помню. По-моему, на втором или на третьем мы были, а другой этаж не активен. Так, хорошо. Но сначала сюда. Бэктрекинга маленькая. Так. Куда я иду? Тихо. Тихо. Смотри. Вставай, хизер. Это самое страшное место в игре. У меня просто поджилки трясутся. Ох, так. Ну ладно. Пока что все на мази у нас. Хорошо. Так. Ну что, попробуем, что ли? Я не знаю. Ну это тупо. В принципе, это единственное более-менее логичное оправдание тому, что-то есть. Ну да, в принципе. Окей. Мы пожарили печенку. На перекиси водорода. Логика. Ну в принципе, ладно, хорошо. Я удивлен, честно говоря, что она сработала. Но в принципе, работает и ладно. Главное, что двигаемся вперед. Сейчас мы сохранимся. И погнали. Или лучше не стоило. Викет, это что вообще? Ой-ой. Но больше всего мне стало спокойнее, когда мне сказали, что монстров можешь убивать. То есть ничего страшного не случится. Для меня это просто груз с плеч. Что это такое? Конец той сказки, которую я читала. Хорошо. Жрица приняла предложение короля и пошла к воротам деревни. Но когда она увидела монстра, она попробовала убедить его словами, а не убивать. Заткнись. Я собираюсь тебя съесть. Монстр не слушал ни одного слова жрицы. Но она продолжала убеждать монстра уйти. Знаешь, это неправильно есть людей. Монстр очень разозлился, напал на нее и убил ее. Одним своим дыханием. Супер! Это было очень умно, товарищ жрица. Ты явно крайне умна. Ползет, смотри, ползет. Так, а что если... Блин, у меня столько всего вкусного, а я ничего не пробовал. Вкусного, в смысле интересного, подраться. Ах, скотина. Явно не против него оружия. Зачем я вообще с ним дернусь? От него убежать можно. По-моему, вошло неплохо. Скотина, ты посмотри, что делает. О, второй пошел. Оф, так, надо петлять отсюда. Ей-богу. А тут билеты поблизости. Раз, два, три, четыре. Ладно, погнали. Спокойно. Короче, как-то эти монстры, они против того, чтобы я применял против этих оружия. На мой взгляд. Хорошо. Это мы на четвертом этаже. Ну, мы тут не были. Может, мы сюда и на лифте не можем приехать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там осталось. А там у нас еще достаточно много дверей. Тихо-тихо-тихо. Ааа, скотина. Я не в ту сторону пошел. Блин, три штуки. Ой, четыре. Офигеть. Вставай, ну что ж ты падаешь? Так, я не знаю. Давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Ох, ненавижу. Че там по здоровью. Опять взорвали, наверное, все. Ладно, нормально. Не знаю, мне как-то гораздо легче жилось, когда я с ними не дрался. Потому что они, по сути, очень медлительные. Я думаю, этой тактике надо придерживаться. Только когда уже вынужден драться. Ой, да твою мать. Да вставай ты, ну что ты падаешь? Как я не знаю. Это я зря. Сдох. Сдох. Птичка. Патроны. Это все? Ну, могу сказать, что... Ладно. И патроны потратили, и аптечку. Так что стоило оно того. Нет, я не уверен. Так, хорошо. Дальше нам... Справа две двери сейчас будут. Так, хорошо. Тут тоже, по-моему, кто-то есть. Там, к слову, ходят зверятки. Пусть все ходят. Так, это второе... Ой, твою мать, я валю. Ой, что там было такое. Не хочу туда закатить. Твою мать. Давненько так не боялся. Ну, как давненько, я постоянно в хоррор играл. Ой, валюм, валюм, валюм. Какого? Мать его, черта, это было. Я просто, блин, меня до сих пор передергивают. Так, что-то там есть. Камера, будь ты поудобнее. Я бы тебя, конечно, повернул в ту сторону. Главный пока что недостаток в третьей части. Камера просто ужасно работает. А второй с этим проблем вообще не было. Так, у меня такая же есть, так что мне не надо брать еще. Вообще я не вор. Просто я должна действовать, как они. Тут обыкновенные монеты и банкноты. Не то, чтобы деньги были мне не нужны, и я даже не буду говорить, что мне не хотелось бы их взять. Но все равно у меня они еще будут. Ну, конечно, будут. Так, куда нам эта монета? Зачем, самое главное? Тут что-то написано на стене. Так чья-то жизнь стала богатой. Что было мешком серебряных монет, стала цифрой в книге. У судьбы нет цены. Но разве люди об этом знают? Просто старый автомат. Он выдает напитки в железных банках. Если подумать, я хочу пить. Но было бы странно пить что-то, что продано в этом месте. Окей. Подожди. Блин. Странно. Ну-ка. Ну, да. Я был прав. На самом деле, вот чем игра зато нравится, это логикой. Простите, про логику я, по-моему, зря сказал. Ключ охраны. Хорошо, ключ охраны. Куда он мне? Эльбертон страхование. Где у нас такое было? Так, на третьем этаже вроде как нет. На четвертом тоже. Ну, либо на втором, либо на пятом. Так, хорошо. Ну, видимо, отсюда уже валим, да? Спокойно. Спокойно. Блин, этот рык. Он просто вывел меня. Из равновесия. Ой, валим. Вы слышите эти крики? Они просто передергивают меня. Так. Не помню, где такое было. Эльбертон. На шестом нет такого. На пятом, я смотрю, тоже нет. Так, ну, тогда я даже не знаю. Поехали на второй поищем. Ну, что у нас еще там было? Шестережный работает? Не работает. На второй. А, третий я еще не проверил. Так, первый... Эльбертон. Так, на первом этаже, подожди. Тихо, валим. Ух, эти звуки. А, на первом этаже точно. Там же было что-то. Ну, как видите. Блин, это все просто очень плохо. На первом этаже у нас дверь. Хорошо, пойдем. Так, ну, начинается. Здесь мы можем пойти сначала направо. Там две двери. Окей. Здесь прохода нет. Ну, и справа спокойнее, свободнее. Так что сюда первым делом ничего нет. Хорошо. Ну, что, страховщики, чем порадуете? Я уже слышу, они ползут, эти твари. Как всегда. Звуки. Слышите, да? Офигеть. Так, одна... Две двери слева. Одна спередит. Одна спередит. Япона мать. Куда я зашел? Что это вообще? Где я нахожусь? Блин, ну, зачем Хизер? И что тут? Конец той сказки. Король его люди проливали слезы из-за смерти доброй жрицы. Бог сжалился над ними и, благодаря их желаниям, воскресил жрицу. О, как. Жрица открыла свои глаза так же, как она это делала каждое утро в своей жизни. Она опять направилась в логово монстра. Глупая, ты хочешь снова умереть? Нет, теперь твоя очередь. Жрица пришла победить монстра раз и навсегда. Так как жрица была очень-очень доброй, она расстроилась из-за этого задания. Но ей нужно было его выполнить. Мечи и пики не помогут. А, мечи и пики не помогут. Стрелы и пули отлетят от меня. Тебе не убить меня? Смеялся монстр. Но жрица не пользовалась ни мечом, ни пикой. Она прочла заклинание. Туфуй, эго, эрис. Знаете, что потом случилось? Монстр страшно заревел. Потом умер и исчез. Так поселенцы смогли пользоваться воротами снова. Все благодарили жрицу. И все они потом жили долго и счастливо. Окей. Мне то же самое проделать? Туфуй, эго, эрис. Заразная штука. Что это было? Пожалуй, мы пойдем. Я не думаю, что там еще дальше по коридору что-то есть. Но на всякий случай... Жутковато как-то, да? Куча мусора пригождает дорогу. Не знаю, что-то меня сегодня прям продирает с этой игрой. В прошлый раз было не так страшно. А в этот прям... Мочи нет. Слушай, так мы произнесли фразу, и он уже умер, да? Или он там был? Нет. А, да, смотри, нет. Хорошо. Ладно. Так, куда мы попали вообще? Че это такое? Кофейный автомат. Так, хорошо. Я не могу посмотреть вперед. Как это типично для этой игры. Но мы, по крайней мере, выбрались из этого шуткого места. И теперь, куда мы идем? Домой, надеюсь. Так, это явно не то. Япона-мать. Какое шуткое место. Опять тупик. Ну, хорошо. Это оно. Судя по всему, мы пришли туда, куда нужно. Так, а там что? Тут мусорка. Понятно. Дейзи Вилла. Апартаменты. Комплекс. Квартир. Хорошо. На каком этаже мы живем? Это не моя квартира. Точно, это наш дом. Отлично. Фух. Полегчало. Просто мусоропровод. Нечего беспокоиться. Ну, как полегчало. Сейчас окажется, что этот дом тоже имеет теневую сторону. И все будет очень плохо. Затишье такое неспроста, да? Кто-то Папань нас сейчас увидит с пистолетом. Эффи Гейт. Скажет, доча. Ну, ты даешь. Так, давайте, я не знаю, блин. Посмотрим. 102. На первом этаже. Хорошо. Вот оно. Так, а что там дальше? А, дальше тупик, понятно. Папа, я домой. Слушайте, что-то очень плохое происходит. Я думаю, что мы должны... Папа? Папа? Гори-гори. Гори-гори. Да, я ждал какой-то заманухи Но такое Ах, пипец Гарри, если кто не понял Давно в прибывших Это главный герой первой части С которым мы прошли Через огонь, в воду Медные трубы Капец, жалко Отвечаясь от нас Отвечаясь от нас Я... Отвечаясь от этого Отвечаясь от нас Один день вы понимаете, почему... Нет! Никогда не пониму! Ты должен попробовать меня И ваш настоящий себе тоже И создать дождь И создать истинный Парадис Ух, противная такая Офигеть Офигеть Твой жид какая неплохо, мать Доставай дробовик быстрее Стерва Ох, вы заплатите Так Пошла, пошла Заваруха Ой-ой-ой Сволочек А? Ты чё ж кровью? Аж себе прошу О, пошло Давай, давай, иди Ой, только не стоя Так, надо лечиться О, смотри, как плохо всё Ну, не совсем Ага, вот сейчас Давай, падай Хотя ты уже лежишь Совсем падай, до конца Держишь Сволочек Вставай, давай Пошло Сейчас добавим родной На, Касатик Получай и типа бежать надо сколько у меня патронов то хватит нет конечно нашелся тут не очень сложно жим жим ой пошло так типа еще лечимся ой у меня аж пальцы заболели чуть-чуть так патронов вроде хватает а блин не все о хорошо на тебе в ноги жуткий монстр да это конечно не пирамиды головы но жуть просто страшно так падает уже по моему он сдох и и и и Повторяйте! Повторяйте! Молодцы! Повторяйте! Не знаю, что сказать. Так не скажи ничего. Капец. Извините. Тогда иди! Если это сделает тебе лучше, то я буду. М-да. Повторяйте, пап. Повторяйте. 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 Я беру машину обратно. Пришли, и я закончу сказать «Давай». Знаешь, ты тоже может уметь. Это нормально. Никто не смеет мою кровь. Крайне мутный, но как бы там ни было, я не понимаю, Хизер почему-то оставил родного отца в кровати гнить. Ну это же, блин, просто тупо. Тем не менее, похоже, у нас вот-вот появится нормальная мотивация. Мы отправимся в Silent Hill, и там все будет как было раньше. То есть, исследование мира, очень хорошая атмосфера. Я не хочу сказать, что то, что было до этого, было плохо. Просто это было вообще нетрадиционно для Silent Hill. Как бы там ни было, давайте на этом попрощаемся, и в следующей серии отправимся в Silent Hill. Я думаю, это станет ровно там раз в 50 интереснее. Надеюсь, вам понравилось, потому что меня эта серия тронула до глубины души. Мне на самом деле жалко Гарри. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok